друзья всем привет сегодня у нас 25 ноября 2 часа ночи у нас начинается вывод инкубаторах в доме и вот пришел сюда чтобы включить брудер значит почему снимаю хочу начать вместе с вами отсчет с новой партии электроэнергии которую мы затратим на эту партию поэтому сейчас давайте включим брудер так давайте посмотрим значит у нас брудере лампа красная на 250 ватт и керамический нагреватель на 200 вот пока на такой мы площадь их разместим дальше уже как обычно мы раздвинем уберем вернее вот эту перегородку они будут уже обитать на всей площади брудера сейчас с ними вместе здесь у нас находится небольшая партия бройлеров которым сколько им 33 дня здесь 25 26 на верхнем ярусе и 26 на среднем у них обогреватели вот работают два обогревателя по 400 ватт это мне их отдали короче говоря так что это у нас это у нас электрорадиатор тепл эко но говно редкостное я так вам скажу короче чудес не бывает физику не обманешь если он 400 ватт на 400 ватт он и греет я могу в принципе держать руку ну горячий но так скажем недостаточно и масляный обогреватель я думаю что справлялся был меня здесь лучше но я в этот раз поставил попробовать эти два ладно посмотрим если что обогреватель на готове тоже так температура у них здесь низкая 12 градусов показываю как есть верху лампа внизу лампы нет партия маленькая я хочу посмотреть какой эффект у меня получится от содержание бройлеров при низкой температуре но все экспериментируем короче все никак не угомонимся он сидит смотрите на попе видите сел на ноги вчера надо его отсюда наверно убирать только мучиться вот эта партия у нас было 54 штуки двое погибло остальные пока живо-здорово но посмотрим есть претендент с водянкой вижу 1 но не буду сейчас искать его а ну вот он в принципе сидит не знаю видно вам вот он дышит соответственно ну как бы скоро мы его потеряем вот ладно давайте к сути нашего вопроса вернемся здесь у нас сейчас работает все уже 13 4 на вы значит этот диммер на полную ставим завтра с утра приду посмотрю какая температура подрегулирую и уже принесу первую партию цыплят смотрим мы сейчас я фонарь разверну смотрим щиток электрический какие у нас здесь показания так 2430 ну 5 давайте возьмем потому что там восьмерочка на подходе так 2435 так сегодня значит напоминаю вам сегодня 25 ноября 2 часа ночи вот партия и скольки штук будет я пока не могу сказать распродадим цыплят что останется все наше вот и уже у нас будет сейчас эти выращивание бройлера с затратами на электроэнергию виде отопления вот этого помещения 4 декабря идем смотреть какой расход электроэнергии у нас на данное число сейчас 12 часов давайте посмотрим 2 700 2700 так что у нас здесь все по-старому у нас сидят брудере цыплята две лампы по 250 красные вот значит что здесь у нас партия которая нас покинет после 15 декабря греется они вот таким нагревателем но она только при 0 при слабом минусе короче когда будет на улице холоднее я поставлю масляный потому что он но в совершенно не эффективен как мне кажется вот смотрите значит помещение сухо окна все сухие вентиляция осуществляется постоянно вот через открытое это окно и на противоположной стороне также открытое окно здесь побольше окно открыто видите да вот дует дует отсюда так это окно закрыто вот так постоянно у нас открыто эти окна и осуществляется вентиляция что еще лампа красная там на клетке то есть получается у нас здесь сейчас потребление 2 250 на 3 там 750 и 400 ватт вот такое я все еще значит смотрю по температуре как они ведут себя бройлеры при пониженной температуре вот верхний ярус они конечно такие более ващеные у них температура близка к положенной под лампой так вот здесь вот в районе 15 градусов нижние яруса ним прохладнее понятное дело здесь я сегодня убрал одного от водянки погиб и еще два претендента тоже от водянки есть на этом ярусе но и заметно нижний ярус заметно птица мельче чем верхней так что температурный режим необходимо соблюдать эту партию которая у нас кстати от 26 ноября вывода мы будем растить уже как положено при нормальной температуре как и должно быть и посмотрим сколько же у нас какой расход электроэнергии у нас будет посчитаем с вами себестоимость содержания бройлер в зимних условиях снега мало на улице практически нет 4 декабря так 9 декабря вот показываю вам что в затраты на выращивание бройлеров можно включать как расходный материал эту на лампу нагрева будь то керамические будь то инфракрасные красные такие накаливания вот видите она надеюсь вам видно разложилась на запчасти ночью это сегодня с одной лампой произошло и вот такая картина произошла в брудере с другой лампой сейчас я туда вкрутил герамическую китайскую а вот такой лампой накаливание случилось случилось вот такая неприятность ну отгорел контакт центральный грубо говоря на цоколе вот этой лампы все лампа в помойку то есть получается сейчас данный момент цыплята в брудере лампа 1 уже заминусовано минус 153 рубля при выращивании этой партии уже можно включать такое происходит но практически на каждой партии какая-то лампа перегорает либо вот такое происходит то есть это как расходный материал который включается в себестоимость выращивания каждой партии бролера 10 декабря 10 часов вечера 2876 столько нагорел за это время так пересадил я цыплят сейчас значит брудере осталось если я правильно посчитал в районе где-то 115 и вот здесь у нас сейчас сидит и 80 штук вот бумажку написал 80 штук значит здесь керамическая лампа китайская завтра я пойду в город куплю еще одну такую опять где лампа сгорела вам таких не достает вот одна значит просто красная и 1 керамическая китайская датчик висит между лампами не знаю видно его не видно да ну вот он вот вот он висит датчик я вот только туда повесил то есть температура еще поднимется 25 и 1 соответственно под лампами теплее в общем они сами здесь отрегулируют температуру отойдут или подойдут поближе к источнику тепла вот значит насыпан у них пока 5 маркорм все как бы фронт кормления я им обеспечил те которые в брудере у них здесь тоже дофига кормушек короче вот такие вот такая большая он еще одна и у них вот они здесь улеглись просто сковородка так по отоплению значит в брудере одна красная лампа один китайский нагреватель пока не перегорел так здесь тоже одна красная лампа и один китайский керамический нагреватель я завтра постараюсь заменить на лампу его все-таки от лампы больше тепла все и они все 400 ватный вот этот нагреватель но я посмотрю по температуре может быть его и выключен да наверное я его выключу потому что тоже 28 здесь только здесь у нас 18 да наверное я его в целях экономии электроэнергии выключу на улице пока тепло плюс 2 декабрь 10 число так что оставим так елена виктор она не сделала нам летний расчет себестоимости бролера а я уже собираю данные для зимнего расчета с отоплением затратами на отопление но надеемся в скором времени мы увидим этот ролик а я пока буду собирать данные так 19 декабря прекрасная погода у нас ветер дует ураган и упали леса даже ведь как красиво лежат даже он связь верхнюю погнул от удары идем в курятник бройлерный смотреть чего у нас там по расходу электроэнергии так сейчас мы здесь сапоги немножко протрем я вчера полнул не хотелось бы сразу напачкать так вот значит вы вымыли мы по вчера а помыл брудер погода позволяет брудер чистый для следующей партии цыплят готов так все все пересажены пока на два яруса каждой клетки чуть подрастут пересадим еще на нижние так температура так температура сейчас 23 градуса здесь лампа здесь одна уже лампа масляный обогреватель я поставил взамен тех вот обогревателей которые были да там я так понимаю что просто греющий кабель залитый каким-то цементно-песчаным раствором то есть конвективного тепла от него нет просто излучающее тепло излучающим теплом здесь особо греть нечего вы видите да поэтому этот гораздо эффективнее стоит на двойке всего лишь на двойке здесь встроенные те термостат у него то есть температуру в помещении опускается он автоматически включается от него вверх поднимаются потоки воздуха теплого как раз то что мне нужно вот для этой птицы то есть заметно эффективнее он работает чем вот те два не пойми на что похожие обогреватели вот так значит что у нас теперь все у нас вот теперь здесь будет поди поддерживаться температура там сейчас пока 22 градуса я думаю в этой области и после месяца я сделаю 2018 но по личному опыту считаю что с месяца это уже достаточная температура для этой птицы так что будем вот скажем так поддерживать тепловой режим значит расход у нас на данный момент так 3090 грубо говоря на 19 декабря 11 часов утра 23 декабря температура плюс 2 идем смотреть показания счетчиков так смотрим 3 200 можно считать рассказываю чем греемся на данный момент значит лампы не работают вот эти уже второй день я выключил как температура наверху 25 температура здесь 22 температуры здесь 20 так обогреваемся мы сейчас масляным радиатором все тем же не знаю видно будет нет стоит он на тройке стоит одна клавиша нажата вот таком режиме работает температуру видите да какую поддерживает цыплята наши сейчас все рассажены по всем трем вирусом в обоих клетках поэтому я сейчас делаю упор на отопление всего объема более-менее равномерно курятника и красные лампы я эти выключил вот по 33 штуки где-то в ярусе сейчас в будущем когда не если они конечно будут подрастать я уже отчаялся на самом деле вот они будут рассажены вот в эти клетки значит по вентиляции окна а по влажность смотрите значит влажности не все сухо на окнах даже нет конденсата но на улице тепло повторюсь вот так вот все сухо значит это окно у нас открыто вот так то окно я закрыл потому что как бы сейчас я не чувствую здесь никакого спёртого воздуха никакой повышение влажности нет я для экономии теплопотерь для уменьшения теплопотерь я как бы закрыл то окно это окно у нас открыто также так что мы видим значит наверху мы видим или не видим так наверху 2021 внизу так сколько внизу внизу 18 так у нас еще вот здесь уронили сейчас посмотрим так тут у нас двадцать четыре три ну вот такая температура при том что не было ну наверное больше двух часов или около двух света на обогреватели один масляный больше ничего нет стоял он на четверке потому что я проветривал курятник на ночь хорошо открыл максимально зимнее проветривание вот здесь так и на том окне так же вот влаги нет все нормально но влага вот только на двери но здесь я говорю самое холодное место всего лишь пять сантиметров экструдирована пенополистирола и вот в местах вот этих перемычек металлических есть вот поступает конденсат хотя я эти перемычки задувал пеной тоже но вот все равно они мостиками холода такими являются так смотрим значит температура это не температура показания счетчика так 3 283 я не помню уже какие были первоначальные но посмотрю и напишу вам так что сказать почему сегодня мы наверное заканчиваем этот ролик потому что через буквально пять дней к этой партии бройлеров присоединится еще другая партия бройлеров которые будут у нас сидеть вот в этом брудере и соответственно на них тоже будет тратиться какая-то часть энергии поэтому в нашем варианте наверное правильнее считать помесячно сколько мы тратим на электричество так как эта сумма цепляет себестоимость одной партии и собеседе стоимость другой партии если вы растите одну партию то конечно тогда можно считать до забоя там до 50 там 45 смотря когда вы забиваете дней я еще проконтролирую показания счетчика на момент забоя ну чтобы как бы понимать сколько по максимуму мы тратим на партию с учетом что часть тратится на молодняк следующей партии так смотрите как они нервничают возможно от света давайте я развернул так вот то есть в принципе в пересчете на наши деньги это 364 за киловатт я тоже напишу сколько затратили ну и давайте оговоримся сразу что температура окружающего воздуха на улице да то бишь было не декабрьской не зимние совершенно то есть это было в районе нуля но максимум наверно что был это минус 5 минус 7 а так болталась температура плюс 2 там минус 2 минус 4 вот такого плана думаю что январскую партию я тоже засеку в плане расхода электричества если там будут морозы то будет более конечно адекватная ситуация то есть а понимание того сколько можно зимой потратить это так скажем потратили мы на обогрев в осенне-весенний период вот наверно так правильнее расценивать этот эксперимент ну все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки жмите в колокольчик всем пока но по сарам